Всем привет! Начинаем трансляцию. Добрый день! Так, сейчас мы подождем, пока кто-нибудь подключится. Но сегодня достаточно мало вопросов и будем начинать. И что значит подключиться к нам? Ну, не все же сразу подключаются. Ну, кто опоздал, сами родного не ждут. Не надо опаздывать. Я сегодня буду задавать вопросы в таком формате, потому что у нас нет возможности снимать издалека, иначе будет очень плохой звук. Первый вопрос от Сергея у нас. Скажите, пожалуйста, Светлана, почему на Хельбу-Пирогову так быстро завели уголовное дело из ответа, а убийцу несовершеннолетней девушки в Нижнецовке пришлось писать заявление три раза в органы МВД на убийцу. Почему? И никто не пошевелился при этом. Это такие вопросы. Да. Это не я придумал. Товарищи, вы хотите, чтобы я с советским РОВД ругалась по полной этой программе? Ну, я вот вам могу напомнить, что в том же самом советском РОВД, куда писали заявление, заявление родителей этой девушки и где эти заявления не принимали, у меня, допустим, за один день два заявления составили политических, и я подозреваю, что это был тот же самый человек, который не принимал заявление у родителей, потому что этот человек, он руководит всеми очистковыми и всеми инспекторами по делам несовершеннолетних. Но, тем не менее, когда коснулось меня, да, даже не одно было административное правонарушение мне вменено, а он состоял сначала административное нарушение, что я хотела провести бессмертный полк, и тут же он пошел изучать мою сеть социальную, и тут же, поизучав, почитав мою страничку, состоял еще одно по дискредитации административного правонарушения. То, что господин Васильченко, он очень горел на работе 8 мая, а почему он не горел на работе, когда дело касалось заявления по избеянным несовершеннолетним, я не могу вам сказать. Наверное, когда сверху есть сигнал и свисток, все берут так под козырек и идут выполнять то, что, ну, как бы сверху им спустили. А когда нет какой-то такой заинтересованности или карьерной, или денежной, да, тогда, наверное, они не рвутся выполнять свою работу так яро. Ну, я так вот могу предположить. Следующий вопрос у нас связан с автобусными маршрутами. Алекс спрашивает, что будет с маршрутами номер 65 и 65А в ближайшие месяцы. Лучше скажите людям честную правду, чем какие-то очередные догадки. Что вы про это думаете? Ну, я на 99,9% в периоде уверена, что в 65-65А берут, а будет маршрут 52, который будет ходить так, как сейчас, но у него будет хвостик до Елауса, то есть до шлюза. Этот маршрут город заберут себе, это будет муниципальный маршрут, что там будут новые вот эти автобусы, которые прошли, которые сейчас оформляют. И я так подозреваю, где-то, ну, числа 15-20 августа они будут оформлены. И я думаю, что 1 сентября у нас вот вместо 65 и 65А будет автобус 52. Их будет больше не так, как сейчас. И будет связь жителей шлюза, вот эти две остановки, в которой у нас торговый центр и Белоусово будет связь и с верхней зоной, и быстрая связь и с нижней яйцовкой. Но эта связь уже будет более такая долгая для жителей шлюза. Ну, с другой стороны, кто у нас на шлюзе ездит на нижнюю яйцовку, так вот, что участвуют, наверное, студенты высшего колледжа информатики. Для них это действительно актуально, но придется немножко как бы подстраиваться. Ну, и у нас есть 36-й, который останавливается на нижней яйцовке. То есть это будет маршрут, который со шлюза через бывший гигант будет проходить на верхнюю зону? Ну, не через Белосово, он будет идти Белоусово, торговый центр, вот это кольцо наше шлюзовское, не систем, поворачивает как 23-й, часть 1-я, 23-го, потом по строителям выходить на Берское шоссе и заходить на нижнюю яйцовку. Ну, дальше как 52-й, да. А сейчас 52-й у нас это частный маршрут. Это частный, очень редко ходит. То есть контракт там же не сейчас заканчивается, то есть его досрочно разорвать? Ну, я думаю, что перекрестится собственник этого маршрута, что он муниципалитет себе возьмет, потому что подозреваю, что этот автобус не просто так, так редко ходит, что он просто невыгоден и навешан на это самое. У меня лично самый вопрос, что будет с восьмеркой, потому что говорили, что и восьмерку заберут в муниципалитет. А сейчас как? Но сейчас ходят упорно слухи, что восьмерку трогать не будут. Восьмерка останется частным приказом. А поясните, в чем проблема? Почему муниципалитет не хочет ее брать? И насколько известно, что частник не хочет ее отставлять у себя? Я думаю, что это связано с противостоянием жителей Шлуза, что они не хотят разъезжаться с восьмеркой, что если восьмерку заберут в муниципалитет, надо будет как бы разъединять 36-ю и восьмерку, чтобы они не дублировали друг друга, 36-ю хотели налево беречь, а восьмерку так и оставить направо. Но так как жители категорически против, я подозреваю, что решили просто не трогать вот так и оставить. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос у нас Тимар интересуется. Светлана, как вы смотрите на перспективу создания берегозащиты острова Тайвань во Роском море? Слушайте, это такой огромнейший комплекс проблем. Давайте честно признаемся, что ГЭС больше наносит вреда, чем подносит в пользу. Когда нам нужно электричество от нашей ГЭС, это зимой, и зимой там у ГЭС уже проблемы в связи с тем, что море подзамерзло и так далее и тому подобное. В то же время вот это Пское море, оно приводит к тому, что страдают наши биоресурсы, подмывает берега, в том числе и берег Тайвань. Когда там на этом острове была лаборатория, если я правильно помню, институт аэрогидродинамики там проводил испытания, конечно, там над этим островом тряслись, укрепляли и так далее. Сейчас этот остров перестал использоваться в научных целях, сейчас нет этой лаборатории. Так как учитывать, что у нас подтапливаются берега, подмываются берега там, где это наносит вред, в том числе и жилым домам и так далее, то средства в первую очередь будут направлены на укрепление тех берегов, которые больше вреда наносят жителям Новосибирска и Новосибирской области. Я подозреваю, что на Тайвань никто не будет тратить средства на то, чтобы укреплять эти берега. Есть какие-то энтузиасты, насколько я знаю, Кима, он входит в эту группу энтузиастов, но я видела эти фотографии, то, что они там делают, честно говоря, мне кажется, что не смогут они остановить море таким образом, а выделять бюджетные средства на укрепление острова, который в народном хозяйстве не используется, и я подозреваю, что никто не будет. Ну, сколько я помню, это же уже не черта города у нас. Ну, да, вообще, все, что касается рекой, островов и так далее, это федеральный бюджет вообще. Все, что там связано с водой, еще у Аби, еще 200 метров, водоохранная зона, это федеральные средства. То есть укрепление берегов, это федеральные бюджетные средства, не городские. Так, следующий вопрос интересуется на комиссии по этике в Горсовете, на вас выражали завести административное или уголовное дело. За некоторые высказывания расскажите, что там сейчас происходит, как это движется ситуация. Я думаю, что есть смысл проговорить всю эту хронологию, чтобы люди понимали, о чем я говорю. Я активный пользователь соцсетей, пишу очень много комментариев и на какой-то страничке оставила комментарии, связанные со здоровьем нашего президента. Наверное, он был бы грубовато, где-то его читали, наверное, чуть грубее выразилось, чем надо сказать. Суть в том, что мои комментарии отслеживают. Как только я пишу комментарии, туда приходят куча хейтеров, они это все сканируют. Вот серьезно, я пишу комментарии, через 7 лет мне достают, говорят, а вот вы писали. 7 лет, ребята, я уже изменилась. Вы мне достаете комментарии. То есть это комментарии 2015 года были? Да, нет, этот нет, это было 2 июля. Я уже не помню, на чьей страничке, это у меня 5000 друзей, на какой-то из этих страничек. Я прокомментировала, ну, там, где наш президент пролетел, а его не встречали в Клевом Соле, как в остальных президентах. Я действительно думаю, что у господина Путина какие-то проблемы со здоровьем, поэтому мы не встречали с Клевом Солем. Не потому, что его как-то там презирает или еще что-то, а именно потому, что он, ну, не готов на близком расстоянии встречаться с людьми, которые вот непроверенные. Вот, ну, я это написала, но написала очень грубее, наверное, чем на 2 июля я это написала. А на меня пришло много-много в Комиссию по этике, в том числе люди, которые писали на меня заявление в Комиссию по этике, писали, что на данный момент пост удален, ну, то есть хозяин странички, не я, а хозяин странички удалил этот пост. Вот, то есть уже когда они писали в Комиссию по этике, этого поста не было. Тем не менее, на Комиссии по этике было решено, что раз люди обратились, потребовали отобрать у меня мандат, потребовали завести на меня уголовное дело и административное дело, то Комиссия по этике обязана как бы пойти на встречу и передать эти материалы в прокуратуру и... Вы уточните, кто именно обратился, да? А, ой, там было человек, 5 всяких разных, из тех, кого я знаю, это Сергей Комлев, это наш националист, он друг Ростислава Антонова, хорошо известен в русских руках, наверное, и из того, из тех, кого я знаю, это некая самоназванная организация, не организация, не инициативная группа, Господи, как они, общественные... Общественный совет Академы Городка, они существуют уже несколько месяцев, но вот решили бумагу под номером 1 составить и написать на меня заявление, что меня надо решить мандат. Это Григоренко, Игорь, мой соперник на выборах 2020 года, и там часть наших радикальных зелёных из советского района. Вот, они это всё прислали, Комиссия по этике рассмотрела и отправила в прокуратуру, и отправила в полицию, ну, чтобы точно не ошибиться, или те, или те должны что-нибудь на меня завести, или уголовное, или административное. На данный момент на меня не заведено ни уголовное, ни административное дело. Вот. Причины могут быть две. Во-первых, чтобы завести какое-то дело на депутата горсовета, надо разрешение прокурора. Возможно, такое разрешение не получено. Не знаю, по каким критериям. Мне там где-то вот за призыв провести бессмертный полк прокурор разрешает завести дело административное, где-то не разрешает. Ну вот, на данный момент дело на меня не открыто, меня не вызывали ни в полицию, ни в прокуратуру. Вот. Ну, или вторая причина может быть, что спустили в советские ралады, а там в связи с убийством вот этой несовершеннолетней девушки сейчас совсем не до меня. Получается, что 2 августа это будет месяц уже, как я там комментарий написала, и как бы совершила правомарушение, по мнению некоторых хейтеров и комиссии по этике. Вот. Вообще, в принципе, завести могут максимальный срок, в течение которого могут завести, это 2 месяца. Ну вот, 1 месяц уже завтра закончится. Но вообще, заводить и вызывать должны сразу, как только обнаружится правомарушения, по идее. Обычно на следующий день или 2 дня, вот как-то так. То есть, вы думаете, что ничем это не запомощет? Я не знаю, я не расслабляюсь, я знаю, что на данный конкретный момент, на 1 августа, меня не вызывали, и никакое дело, ни уголовное, ни административное пока что не запомощено. Следующий вопрос. Я могу даже на себе камеру не поворачивать. Когда вы собираетесь в отпуск? И куда, и когда? И расскажите, что вы про это думаете. Какой отпуск? Ну, до 2 сентября точно никуда не поеду, потому что я жду все-таки вызова или в прокуратуру, или в полицию. Вот по этому делу я совершенно не хочу, чтобы они без меня там что-то решали и писали протокол. То есть, они обязаны меня вызвать и про меня написать протокол, но если я не явлюсь в связи с отпуском, они могут это сделать без меня. А потом уже начнется работа в губсовете, сессии. Поэтому, похоже, что в этом году отпуск у меня будет где-нибудь на садовом участке. Я уже договорилась в субботу идти собирать у Мишиных подруги. У них есть Мишиные подруги. Так, значит, тут пришел достаточно большой вопрос. На тайге недавно вышла колонка о доносах. Хочу спросить, как вы думаете, доносы, которые сейчас активно в большом количестве пишутся так называемыми неравнодушными гражданами, это инициатива самих этих граждан или же они управляются какими-то силами, Центром МЭА, ФСБ, политическими конкурентами, то, что Робери Дональд – это компания или это что-то спонтанное, что люди действительно остановились? Слушайте, ну вот то, что писали на меня, это была организованная компания. И они не скрывали, что они договорились написать на меня всем вместе. Плюс то, что писал Григоренко, они прямо на одном листочке подписались, эти экологи наши. Чаще всего это все-таки... Вот знаете, когда Хетеля Хельгу и меня там задело, это каждые три минуты писали какие-нибудь гадости, типа вот мы придем, мы убьем тебя, убьем твою семью, ты теперь ходи и облядывайся, мы будем вас там убивать по кусочкам, сначала отрежем тебе ручки, потом отрежем тебе ножки. Ну, то есть это вот шло каждые три минуты. Вот это хейтеры, которые... бота-ферма, которая за наши налоги существует. Да, то есть, ну, мне очень не хочется верить, что это настоящие живые люди, которые рассказывают, как они будут пытать, убивать человека, которого вот они не знают, и мою семью, и так далее. Вот это хейтеры. Я не думаю, что они пишут доносы. Вот, а есть люди, которые, вот как начинается там, кидываются хейтеры, начинают там свою партию, да, там первые, допустим, человек 50, написали всякие гадости, какие они плохие и так далее. Люди у нас, существа социальные, они видят, что идет такая волна, их это захватывает, и они к этой травле присоединяются. То есть, вот, им бросили вот этот катализатор ненависти, и они к этому, к этой волне ненависти, вот, к этой черной, ядовитой волне, волне они присоединяются. И вот эти вот люди, которые, ну, в обычной жизни, они могут быть добрыми, хорошими, у них могут быть свои дети, они начинают рассказывать, как они придут меня убивать, и мою семью. Я представляю, что там написали, писали Хельги, я видела несколько комментариев, это, конечно, ужасно, беременной женщине читать, как ее там будут спарывать, доставать ребенка, уничтожать, это вообще ужас, кошмар. Но вот хейтеры, которые на зарплате, мне кажется, они не пишут вот эти вот заявления. Их, им главное, вот, поднять вот эту волну ненависти против вот человека, на которого указали. А пишут, да, ну, обычно люди, которые, вот, они попали в эту волну, их повлекло этой лавиной, и они решили, а дай-ка я вот напишу. Мне кажется, так. Спрашивают, я думаю, в связи с предыдущими вопросами, назовите три ошибки своих на посту депутата, ну, в принципе, наверное, за весь срок. Ребят, самая первая ошибка, которую я допустила, это была еще до депутатов, когда я почему-то думала, что я не выиграю, и я шла чисто собирать наказы. Короче, я не взвесила все риски, которые связаны с депутацией. Если бы я хотя бы процентов на 15, у меня была бы уверена, что я могу выиграть, я бы, может быть, еще до 100 раз подумала. То есть, вот, второй раз мне будет труднее на это решиться, но все. Вот, я не знаю, можно ли это считать ошибкой, но я, вот, когда я думаю о своем депутатстве, я считаю, что я не взвесила все риски, и те люди, которые мне говорили, что не надо этого делать, они, наверное, были правы. Вот, я думаю, что сейчас бы я бы не входила в клинч с хейтером, который, сейчас уже понятно, что это профессиональные хейтеры, они ходят за мной, они пишут гадости специально для меня, чтобы развести меня на эмоции, и вот первые полгода я еще велась на эти эмоции. когда тебя постоянно пытаются выбить из седла, а ты еще не натренирована на это, то первые полгода было действительно тяжело. То есть, сейчас я уже, как бы, у меня такая уже броня от хейтеров, я уже так, ну, пропуская их не могла, сами так бегают, что-то там суетят, какие-то палочки пытаются потыкать, первые полгода, наверное, это даже на здоровье, наверное, сказалось. Третья, третья, третья ошибка. Не надо читать на ходу. Когда я читала комментарии Китаренко, когда на итоге выложили этот сценарий, да, как они обсуждают, как мне дать слово оппозиционерам, я шла, читала на ходу и на слова, когда там выступал Китаренко, что все здравые люди собрались здесь. Я споткнулась так сильно, сверстнула много, что на неделю-полторы мне было очень больно. Я никогда не думала, что, может быть, так больно, так где-то вывернешь ногу. Наверное, с новосибирскими трутуарами в принципе ничего не стоит. Это было в новомзале, но в новосибирске главном я не заметила ступеньку. Я не заметила ступеньку. Но это я. На таких вокзалах, как у нас. И последний вопрос, наверное, у нас на сегодня. Это можно ли очистить песок на пляжах Абгеса? Он очень грязный. Что с этим делать? Вы знаете, как я недавно узнала в дирекции парка, уже был заключен договор на покупку специального трактора с кучей навесок, в том числе для чистки песка. Тут у нас случилось 24 февраля. И этот трактор к нам пришел. Нам, конечно, нужна такая машинка для чистки песка на всех пляжах, какие только они. Какие есть в Новосибирске. Но, к сожалению, машинка эта европейская. И как мы сейчас, какими путями мы ее сможем добыть, и сможем ли мы ее добыть, в принципе, учитывая, что у нас сейчас за бюджетом творится, я, честно говоря, не знаю. Как бы желание приобрести такую технику, которая просеивает песок и собирает мусор, есть, а с возможностями сейчас уж проблематично. Так. Все? Я думаю, сейчас мы еще подождем пару минут, если вдруг еще кто-то напишет вопросы, что вполне часто происходит в конце эфира. Можете точно так же писать вопросы в комментариях, мы их все видим. Сегодня эфир довольно-таки короткий, потому что лето, всем не до политики. Кстати, меня все... Да, сейчас у нас как раз спросили, в случае, если завтра что-то изменится в терральной политике страны, что называется, в словом режим, будете ли вы избираться в какой-нибудь парламент, любого уровня, я думаю, в том числе имеется в виду перезабрения городской совет. Слушайте, ну... Ребята, ну, действительно, работа требующая огромного напряжения сил, и она неблагодарна. Что бы ты ни делал, всегда будут недовольны, которые будут бывали на тебя ушатые чернухи, всякого непотребства, и так далее, и тому подобное. Я уже отвечала на этот вопрос, что я бы хотела, наверное, заниматься дальше муниципальными делами, политикой, но не в качестве депутата. Я бы с удовольствием спряталась бы за членами в спину, стала бы помощником депутата, работала бы. Но это действительно очень тяжело с эмоциональной точки зрения, в первую очередь. Ну, вот действительно, что бы ты ни сделал, ты можешь выкладываться даже на 110%, на 120%, но ты все равно всегда будешь виноват. Это крайне неблагодарная работа. Хочу ли я в нее окунуться еще раз, но вот по прошествии двух лет я очень, очень буду много думать, а еще впереди еще три года. Может, может, в конце срока так будет бронированная кожа, что уже будет все равно вот на это все, и я пойду дальше, перекрестясь, да, и вперед. Ну, вот, но пока, пока работа доставляет очень много боли, скажем так. Я хотела бы еще на один вопрос ответить. Мне его сегодня несколько раз задали на моей страничке, но почему-то, когда я сказала, что у вас будет будут каерные вопросы, напишите туда, женщина фыркнула и сказала, ну, вот такой вот депутат, и вопрос не написала. Просто очень сложно писать на странице, объяснять, мне проще устно. Вопрос касался тротуара от шлюзовой 2, шлюзовой 12, там, где очень быстро начали все делать, сделали бордюр и исчезли. Хотя обещали до конца прошлой недели сделать, не сделали. Я хочу, знаете, что сказать, у нас с подрядчиком, который начал ремонтировать дворы и вот эти тротуары внутри дворовые, творится что-то странное. Он пропустил уже все сроки, которые он должен был по договору закончить эти ремонты, он везде начал, везде поставил бордюры и ото все до ушел. Причем известно, что этот подрядчик он успеет все сделает, до конца сезона получит свои деньги. Когда я обращаюсь в мэрии и спрашиваю, что мы будем делать с этими людьми, нельзя так работать. Сейчас пойдет дождь, будет грязь по коленам. Мне говорят, мы их штрафуем, но видать там договора штрафы как-то доживать, когда он это все доделает, как бы все уверены, что он доделает, просто вот он опаздывает. А что нам делать в следующем году, я пока не понимаю. Я хочу сейчас, сейчас в Перязеве, начальник департамента ЖКХ энергетики выйдет из ОХ, просто хочу встречаться, и нам нужно думать, что нам носить договора в следующем году, чтобы не было вот такой истории снова, снова и снова. У нас в прошлом году такое было с тротуарным по департаменту транспорта в этом году, вот тут говорят, вроде как наладилось, то есть есть возможность или штрафы там увеличить раз 10, или еще какие-то жесткочи для вот таких подрядчиков, которые, ну, для примера, улица Сиренева 27 должны были закончить 16 июня, сегодня 1 августа. Еще только партюрки поставим, еще засыпан. То ли они как-то вот экономика у них, что надо в один день вот все подготовить, потом приехать в один день с катком и все закатать, то ли еще что-то. Но проблема это не только у нас на округе, это проблема везде, на всех округах, как минимум советского района. То есть не только у нас дворы раскурочены, брошены и люди ушли. во всем советском районе та же самая ситуация. Будем работать, будем думать, и я буду просить, чтобы штрафы были подняты достаточно серьезно в следующем году. Вот теперь на нем все. спасибо. На этом закончим. Пишите вопросы для следующих наших эфиров. Надеюсь, следующий эфир у нас будет чуть-чуть более удобным формате. А не когда я каждый раз поворачиваю камеру. Я думаю, это через пару недель, ближе к осени. Как раз вопросов уже будет больше. Но в конце окраста. Я думаю, тема уже появится. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. всем хорошего отдыха. Кто ездит в отпуск, в отличие от меня, хорошо вам отдохнуть, ребята. Лето короткое, Сибирь. Давайте витамины за гав встречаются.